Инфекционисты прогнозируют широкое распространение вирусной инфекции этой осенью. Во многом это связано с пандемией коронавируса, во время которой ситуация с гриппом становится непредсказуемой. Уже сегодня в ЯО заболели гриппом и у РВИ 1048 человек. Из них 706 – дети. На этом фоне в регионе разворачивается кампания по вакцинации. «Вообще планируется привить 93 900 человек, в том числе 21 800 детей, то есть 60% населения нашей области. Многие недооценивают тяжесть гриппа, считая это простой простудой. Но в отличие от простуды, грипп у многих людей протекает тяжело и с осложнениями». Особое внимание следует уделять профилактике гриппа у детей и персонала, подверженных высокому риску возникновения осложнений. Ежегодно в России гриппом и у РВИ болеет около 30 миллионов человек. В нашем же регионе началась ежегодная сезонная вакцинация. О том, как бороться с вирусными инфекциями, рассказала врач-педиатр. Меры профилактики основные связаны с неспецифическими и специфическими методами. Неспецифические методы профилактики – это полноценное питание, прогулки, адекватная одежда. А специфическая профилактика – это вакцина-профилактика. Вакцинация предлагает наиболее логичный путь защиты от гриппа. Лучше прививаться, когда начинается подъем заболеваемости, поскольку формирование иммунитета после прививки происходит в течение двух недель. Вакцина может использоваться с шести месяцев один раз в год. У нас сейчас появилась вакцина от гриппа детская, как обычно, СОВИ-грипп. Она отличается от взрослой тем, что она менее реактогена, так как не содержит консерванта. И достаточно хорошо себя она зарекомендовала для профилактики не только гриппа, но и ОРВИ, так как содержит специальный компонент, повышающий общий иммунитет организма. На сегодняшний день привито уже более трех тысяч человек. Из них более 500 детей. Специалисты предупреждают – прививки от гриппа и пневмокока можно делать в один день, а вот вакцинироваться от гриппа и ковид нужно с интервалом в один месяц.